Как поступить в Казанский федеральный университет после получения среднего профессионального образования? Ношение масок привело к исчезновению одного из самых распространенных штаммов вируса гриппа В. Правда ли это? Кибератаки и мошенничество. Как уберечь свои данные? Студенты Набережной Челнинского института КФУ отметили приход весны. Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Карины Саяхова. Казанский федеральный университет, как и другие образовательные учреждения, предоставляет возможность получения высшего образования после окончания среднепрофессиональной ступени. Подробнее об условиях и особенностях поступления расскажет наш корреспондент. Совсем скоро это место заполнится пунктами приемной комиссии и толпами абитуриентов. Поступление – это всегда серьезный стресс и большая эмоциональная встряска. Важно ответственно отнестись к этому этапу, чтобы не упустить новые шансы. Первый шаг для абитуриентов КФУ – изучение плана приема. Следующий шаг – определиться с направлением обучения. Здесь для поступающих открываются две возможности – поступить по результатам ЕГЭ или вступительных испытаний. Ввиду разнообразия специальностей, доступных для поступления в КФУ, каждая из них предполагает задачу определенного набора дисциплин. Там же можно найти критерии оценивания, минимальные пороговые значения, которые необходимо будет преодолеть, выделенные места в рамках общего приема, внебюджетного и квот. Стоит внимательно отнестись к изучению плана. Поступление на некоторые направления становится возможным только по результатам ЕГЭ. Ребятам, выпускникам ИСПО, допустима сдача единого государственного экзамена. То есть они могли записаться до 1 февраля и на базе какой-либо школы пройти ЕГЭ, и эти результаты использовать в поступлении, при этом сдавая еще и вступительные внутри ВУЗа, и выбрав наивысший результат. То есть ВУЗ всегда выбирает наивысший результат. Самая главная ошибка поступающего – страх задавать вопросы. Помощь абитуриенту для решения любой проблемы выступают разнообразные каналы связи. На сайте КФУ можно найти бота-помощника, ссылку на телеграм-канал и номер приемной комиссии. Чтобы поступающие смогли ознакомиться с особенностями подготовки на определенном направлении, КФУ проводит ГИ открытых дверей в очном и онлайн-формате. Предоставляет возможность обращения напрямую в приемную комиссию. То есть есть некоторые нюансы по индивидуальным достижениям. Выпускники СПО не могут быть победителями, призерами Олимпиад Всероссийской Олимпиады школьников. И Российской Олимпиады школьников это не будет учтено как льгота, либо индивидуальное достижение. А в целом также диплом образования с отличием у них уже не аттестат, у них уже документ образования с отличием. Он дает также дополнительные баллы при поступлении. Также значки ГТО тоже дают дополнительные баллы при поступлении. И также они участвуют в общем конкурсе в той же градации баллов, как и выпускники школ. Для тех, кто планирует поступать в следующем году, рекомендуется заранее определиться с вариантами поступления. До 1 февраля включительно можно подать заявление для прохождения единого государственного экзамена. Приемная кампания начинается 20 июня и заканчивается 15 июля. После этого срока начинается сдача вступительных экзаменов. Казанский федеральный университет поддерживает онлайн-подачу документов, стараясь уменьшить использование лишней бумаги. В портале государственных услуг действует сервис «Поступи в ВУЗ онлайн». Также есть возможность подачи документов непосредственно через сайт КФУ в разделе «Буду студентом». Для этих двух вариантов не требуется использование электронной подписи. Используя лишь телефон, потратив немножко времени зарегистрироваться на нашей платформе социальной сети «Буду студентом», заполнить анкетные данные, сфотографировать документы об образовании, сфотографировать документы удостоверяющей личности и дойти до финального этапа подачи документов, подачи заявления на поступление. И это заявление, и все остальные заявления в рамках этой системы можно подписать электронной подписью, которая работает в рамках системы КФУ. Не требуется получать ее отдельно где-то в МФЦ, требуется лишь зарегистрироваться в нашей системе. Обучение в ВУЗе – это прекрасная возможность получить образование и открыть перед собой новые возможности. Помните, что тревога – это естественная реакция на изменения. Зная особенности и правила поступления, шаг на новую ступень не покажется страшным. Валерия Камолова, Александр Антонов, Тимур Ахметов. Универ новости. Самоизоляция, ношение масок и другие меры, направленные на сдерживание распространения COVID-19, привели к исчезновению одного из самых распространенных штаммов вируса группы В – Ямагата. Сегодня ученые выявляют только три штамма, а Ямагата не наблюдается с марта 2020 года. Подробнее о том, как это произошло, расскажем далее в сюжете. В результате соблюдения антиковидных мер один из штаммов вируса гриппа Ямагата был побежден весной 2020 года. Но помимо него существуют и другие штаммы. После исчезновения вируса ученые начали полагать, что таким же образом можно избавиться от другого, более распространенного штамма гриппа типа B – Виктория. В отличие от штаммов гриппа типа А – свиного и гонконгского, которые имеют широкий спектр носителей и рискуют вызвать пандемию, B-штаммы не переносятся животными и с ними эффективно справляются вакцины. В среднем на них приходится 23% ежегодных случаев гриппа во всем мире, включая 1,4 миллиона госпитализаций. Если мы смогли избавиться от одного штамма, то получится ли избавиться от других в ближайшее время? Во всем мире отмечали, что меры, которые люди предпринимали для защиты от коронавирусной инфекции, хорошо работают и против других респираторных заболеваний. Это совершенно очевидная ситуация, которая не могла не произойти. Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии COVID-19 11 марта 2020 года. Зарегистрированные данные показали, что за все это время умерли около 7 миллионов человек. Но по некоторым данным число жертв может составлять и все 20 миллионов. Напомним, что пандемия развивалась стремительно. Страны стали закрывать границы и прекращать авиасообщения. Для жителей городов объявили карантины, а для размещения больных создали временные госпитали, так как в больницах не хватало мест. В России с марта 2020 года объявили режим нерабочих дней. Регионы вводили ограничения разной строгости. В стране начался период самоизоляции. Из-за опасений вернуться к прежнему ритму жизни напрашивается вопрос, тревожащий население. Какова вероятность нового ужесточения антиковидных мер? На самом деле нет, святого места пусто не бывает. Это не означает, что вот люди станут меньше болеть гриппом, например. Просто на место этого вируса гриппа придет какой-то другой вариант. Возможно, люди будут с этих пор значительно чаще болеть гриппом типа А, чем типом В. Да, тип В сейчас очень редко встречается. Мы теперь просто будем болеть коронавирусом. Коронавирусной инфекцией как одной из наших стандартных респираторных инфекций. Мы каждый год болеем ОРЗ, так и будем продолжать им болеть. И коронавирусная инфекция, вызванная от Петерсарского 2, будет одной из них. Патогенные свойства вируса уменьшились, но заразность его очень высока. И избавиться от него, наверное, не представляется, возможно, в ближайшие годы, десятилетия. С момента обнаружения нового коронавируса он неоднократно мутировал. Очередным вариантом стала перола, которую впервые нашли во Франции в августе 2023 года. В Роспотребнадзоре посчитали этот вариант более заразным, чем предыдущие, но не рассматривают его как второе пришествие омикрона. Полина Санникова, Елизавета Газизянова, Тимур Ахметов. За последние десятилетия интернет претерпел множество изменений, в том числе в плане безопасности. С обнаружением хакерами новых способов взлома серверы все чаще страдают от кибератак, которые становятся катализаторами массовых утечек данных пользователей по всей стране и за ее пределами. Социальные сети, операторы связи, маркетплейсы – все это терабайт информации о людях, которые хотя бы раз в жизни ими пользовались. Подробнее о последствиях таких киберпроступлений и мерах защиты от взломов мы расскажем вам далее. Под утечкой информации подразумевается незаконное получение либо передача защищенных сведений. По результатам недавно опубликованного отчета российской компании, специализирующейся на информационной безопасности в корпоративном секторе, выяснилось, что объем утекших персональных данных в 2023 году составил более миллиарда записей, что почти на 60% выше уровня 2022. Всего из российской компании утекло около 95 крупных возданных. Более 80% сливов произошли в результате кибератак. Большая часть совершенных взломов была осуществлена самими сотрудниками. Работники могут специально или случайно выдастись конфиденциальные данные, передать информацию конкурентам после увольнения. Чем больше у предприятия конфиденциальных данных, тем сильнее должна быть система защиты. Мы видим сейчас инициативу финансовых организаций в связи с тем, что более 50% утечек происходит из финансовых сфер. Например, внесен такой законопроект о дисквалификации работников информационной безопасности на сроке до 10 лет при совершении утечек персональных данных из их организации, в которой они работают. Даже имея систему защиты, невозможно обезопасить себя на 100%. Пользователи интернета спокойно могут, сами того не зная, столкнуться с злоумышленниками. Ущерб от утечки информации имеет непредвиденный характер. Пострадавшим от кибератак, чьи данные утекли, могут звонить мошенники. Также информация, которую они получили, скорее всего, содержит в себе сведения о месте работы. Поэтому злоумышленники могут писать потенциальным жертвам с поддельных аккаунтов руководителей и таким образом выманивать деньги. В основном это слабые пароли, это редкая замена паролей, это уязвимости технических и программных средств. Также редкая смена паролей пользователями, отсутствие антивирусной защиты на компьютерах. А последствия для граждан, которые опримечиво предоставили свои персональные данные нарушителям, могут быть любые. Финансовый, репутационный ущерб, вплоть до ущерба здоровью, если, например, будут изменены его медицинские данные. В наше время полностью оградить себя от потери данных можно, лишь совершенно отказавшись от смартфонов, компьютеров, сервисов и переписок. Таким мерам предосторожности люди пока еще не готовы. Но обезопасить свои данные возможно. Для этого работодателям следует проводить тренинги по повышению осведомленности сотрудников. В повседневной жизни люди, не имеющие отношения к компаниям, могут настроить двухфакторную аутентификацию, изменить все раскрытые сведения, отслеживать все свои учетные записи, а самое главное – защитить свои финансовые данные. Вы знаете, как это очень разные методы, способы, тактики защиты для физических и лиц и организаций. В случае с физическими лицами, скорее всего, это очень взвешенное отношение. Это проверки поступающей информации с использованием средств осуществительной техники, с использованием телефонов и по электронной почте. А вот в случае с организациями – это построение, это очень серьезная работа, это построение системы защиты информации, которая в себя включает эшелонированную защиту, организационные, технические и иные мероприятия. В случае с физическими лицами, я еще раз повторяю, это в основном критическое отношение, это не следование требованиям злоумышленника. Это всегда необходимо подумать, прежде чем последовать за каким-то электронным письмом, за каким-то требованием, поступившим, вероятно, из банка или финансовой организации. Стоит отметить, что в 2023 году в Госдуму Российской Федерации внесли законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных. В случае, если компания никак не обеспечивает их сохранность, тем, кто решит передать данные россиян за рубеж, будут грозить. Срок до 8 лет тюрьмы, штрафы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 4 лет. Вероника Чулакова, президент Каримова, Александр Антонов, Универ Новости. Студенты Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета встретили весну с пышными блинами и веселыми конкурсами. Они провели яркое и задорное масленичное гуляние. Участники праздника наслаждались долгожданным теплом и радостно отмечали приход весны и проводы зимы. Подробнее расскажет моя коллега Алиса Чапурная. Это мероприятие стало уже устоявшейся традицией для студентов и преподавателей Набережно-Челнинского института. Организовывает его правком студентов и аспирантов при университете. В этой локации, во дворе первого здания института, гуляния проводятся уже второй год. Во время большой перемены ребята принимали участие как в традиционных народных забавах, так и в конкурсах на сообразительность, угостились блинами и выпили горячий чай. Студенты активно участвовали в различных конкурсах. Веселые игры развлекали всех присутствующих, создавая неповторимую атмосферу праздника. Институт вместе с правком студентов и аспирантов проводят масляничные гуляния. Вот как раз это масляничная неделя, вот один из них, когда мы здесь, уже по традиции второй год, именно в этой локации, вот в этом дворе нашего первого здания мы проводим масляничные гуляния. То есть ребята, студенты во время большой перемены могут принимать участие в традиционных и, так же, скажем так, в альтернативных масляничных забавах и получить за это блины и горячий чай. Каждый участник мог попробовать свои силы в пении частушек и танцах. Особенным угощением для всех стали вкусные блины, приготовленные специально по масляничному гулянию. Весь коллектив института наслаждался этим традиционным блюдом, символизирующим прощание с зимой и встречу весны. На самом деле это очень прикольно, когда проходят такие мероприятия. Мы с одногруппниками участвовали в различных конкурсах, ели вкусные блины и провели весело свою перемену. Согласно поверью, чтобы жить в довольстве целый год, нужно по-настоящему повеселиться на масляничной неделе. Петь, плясать, развлекаться. Погода порадовала всех теплом и ярким солнцем. А народная музыка и аромат блинов создавали праздничное настроение. Алиса Чапурная, Универ Новости. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова